МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семилетний Бапеш Жандаев задумку народных избранников не оценил. Быть холостым мужчине нравится больше. И свобода для художника пока дороже всего. Заставить жениться его может только очень высокое пособие. Надо, наверное, подождать, когда эта сумма возрастет сильно, очень, несколько сотен раз. И тогда я, наверное, на какой-нибудь такой депутатский запрос пойду, может быть. Идея переженить всех холостяков в Казахстане принадлежит мажелесмену Жуматаю Алиеву. На одном из пленарных заседаний он обратился с депутатским запросом на имя премьер-министра, где просит материально поощрять мужчин, которые решили обзавестись семьей. Но с одним условием. 300 тысяч тенге получит тот, у которого с супругой появится ребенок. Каждый год мы будем выплачивать народу 300 миллиардов тенге. Это если в год у нас рождаемость составит миллион детей. За 10 лет население вырастет на 10 миллионов. Через 20 лет на 20 миллионов. Демографическая ситуация улучшится в несколько раз. О том, что холостяцкий вопрос начали решать на правительственном уровне, обрадовала известного казахстанского демографа Макаша Татимова. На протяжении многих лет ученый всеми способами пытался женить одиноких мужчин. Но все тщетно. Теперь он предлагает наказывать их рублем. Ой, не такой уж налог большой. Ну, хотя бы из зарплаты 1-2 процента. Это, вы знаете, чисто символически. Потом еще вы можете спросить, этот налог, если мы соберем, куда? Для содержания малообеспеченных семей и те, которые заброшены, дети, для их лечения. Это будет очень хороший подспорь. По подсчетам ученого, больше всего холостяков сейчас в северных регионах страны, в южных областях. В силу сохранившихся там казахских традиций, одинокие мужчины встречаются крайне редко. Жениться закоренелым холостякам необходимо даже ради продления жизни и собственной безопасности, утверждают специалисты. По мнению демографов, семейный мужчина живет на 10 лет дольше. Он менее подвержен всяческим заболеваниям и даже несчастным случаям.